Павел Владимирович Клушанцев А если взбежать на бугор, видно еще дальше Вон поле кончается За ним темнеет лес Рядом озеро блестит, дорога вьется А там дальше снова поле, другое А за ним, наверное, тоже есть лес и тоже дороги, озера, реки, города И кажется, что земля — это огромная плоская лепешка, правда? А сверху эту лепешку накрыло небо, как огромный потолок Днем этот потолок голубой, а ночью черный И звезды загораются на нем, как далекие фонарики В театре потолок большой А этот куда-то в тысячи раз больше и выше Кажется, что потолок этот круглый, как огромный купол И что стоит он краями прямо на плоской лепешке земле И если очень долго идти по земле в одну сторону То, наверное, можно дойти до такого места, где небо сходится с землей Помните сказку про конька-горбунка? Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко Только, братцы, я узнал, что конек туда сбежал Где, я слышал стороною, небо сходится с землею Где крестьянки лен придут, прялки на небо кладут Тут Иван с землей простился и на небе очутился И поехал, будто князь, шапка на бок, подбодрясь Вот если бы так можно было, на самом деле Идешь себе по земле, заберешься на гору Перешагнешь через какую-нибудь маленькую канавку И пошел дальше по облакам Только любуйся сверху лесами да полями Ищи среди них свой дом К сожалению, это невозможно А вот в древние времена люди считали, что это возможно Совершенно серьезно считали Они верили, что небо – это большая опрокинутая чаша А земля – огромная лепешка У которой есть края, как у всякой лепешки И, конечно, им было страшно любопытно Что же там дальше, за краем земли? Что по ту сторону неба? Но сколько ни ходили и ни ездили люди Ни разу не удалось им увидеть край земли Даже издали Очевидно, решили люди, лепешка, на которой мы живем Уж очень большая Наверное, ее края находятся где-нибудь далеко За высокими горами, за лесами, за морями И добраться до них без конька-горбунка Очень трудно И все же людей разбирало любопытство Всякая лепешка на чем-то лежит Думали они Не может же лепешка висеть в воздухе Даже смешно Значит, и земля на чем-то лежит Но какие же у нее подпорки Никак было не узнать А тут еще, как назло Случались иногда землетрясения Земля ходуном ходила Горы трескались и рушились Море огромной волной бросалось на берег Люди чувствовали себя, как котята на одеяле Когда вы под одеялом вдруг решили перевернуться на другой бок Наверное, подумали люди Земля лежит на спине каких-нибудь огромных, сильных чудовищ Пока они спят, все хорошо А когда проснутся, да зашевелятся Начинается землетрясение И решили Земля лежит на трех огромных китах Ведь крупнее китов никого на свете нет Но если земля лежит на китах То на чем лежат киты? Киты плавают в океане Отвечали люди сами себе Киты же всегда плавают А океан на чем налит? На земле А земля снова на китах? Получалось что-то не то Никак было не остановиться Как в сказке про белого бычка И стали говорить Земля лежит на трех китах И все тут А если тебе этого мало Иди сам и смотри И как не смешны теперь На наш взгляд Такие сказки В то время люди им верили Ведь никто ничего толком не знал И спросить было не у кого В древние времена Люди не могли передвигаться по земле На большие расстояния Ведь не было ни дорог Ни автомобилей Ни кораблей Не говоря уже о поездах И самолетах Поэтому дойти До края земли Чтобы проверить Рассказы о китах Никому не удавалось Но понемногу Люди все же начали путешествовать Все дальше и дальше Ходили они В походы на верблюдах Плавали по рекам и морям На больших лодках И чтобы не сбиться с пути Путники стали смотреть Уже не под ноги себе А на небо Как иначе найти дорогу в море Когда кругом Кроме воды Ничего нет Или в пустыне Где вокруг один и тот же песок А солнце, луна и звезды Видны всюду И в море И в пустыне Их увидишь И из леса И даже Со дна пропасти В горах И они Всегда на своих местах В те времена И появилось выражение Пучеводная Звезда Солнце, луна и звезды Движутся по небу Всегда одинаково Ведь не бывает так Чтобы солнце Например Пошло назад Справа налево Или чтобы луна Поднялась И остановилась На небе Или чтобы звезды Перескочили На другие места Каждый день Каждый год Движутся Солнце, луна и звезды По небу Спокойно Не торопливо Как стрелки часов И что бы ни случалось На земле Гремит ли гроза Бушует ли ураган Разыгралась ли Буря в море Все равно Солнце, луна и звезды Идут по небу Ровно-ровно Как будто Ничего Не замечая Наверное Решили люди Там За небом Скрыта Какая-то Очень сложная И умная машина Наверное Эта машина Похожа На механизм часов Там Наверное Медленно Вертятся Огромные Зубчатые Колесища Величиной с гору И они Плавно Поворачивают Над землей Всю эту махину Все небо Со звездами Ведь Наверное Это небо Здорово Тяжелое Такое Громадное Вот бы Добраться До края земли Проткнуть Небо Да посмотреть Что там Как там Наверное Интересно Вы не смейтесь Люди Действительно Верили В эти колесища По ту сторону Неба Но как бы Там ни было Все привыкли К тому Что на небе Всегда Полный Порядок Что на небесные Светила Можно положиться Что они Никогда Не подведут И это Помогало людям Совершать Самые Дальние Походы Двигаясь Например Изо дня В день В сторону Заходящего Солнца Путники Знали Что идут Все время В одну И ту же Сторону И конечно Никогда Не ошибались Не забудьте Что не было Тогда еще Ни компаса Ни карт Ни маяков Но вот Путешествуя И приглядываясь К звездам Люди Заметили Странную Вещь Бывало Так Выходят Они Из родного Селения В дальний Путь На верблюдах И запоминают Какую-нибудь Яркую Звезду Идут Путники День Два Неделю И видят Что Каждую Следующую Ночь Их Звезда Видна Все выше И выше Над горизонтом Как будто Путники Идут Не по Плоской Равнине А переходят Через Огромный Пологий Холм Заглядывают За него Все дальше А когда Они возвращаются Домой Звезда Наоборот Видна С каждым Днем Все ниже Словно Они уходят От нее Обратно За холм Значит Решили Люди Земля Выпуклая Как Огромный Круглый Хлеб Интересно Что и Вода В морях Тоже Оказалась Выпуклой Это Заметили Не только Мореплаватели Но и люди Живущие На берегу Смотрели Они С берега На уходящий В море Корабль И Сначала Видели Все Судно Целиком Потом Только Его паруса Потом Одни Верхушки Мачт И Наконец Скрывался Из виду Весь Корабль Как Будто Он Перевалил Через Гору И Опустился По Тому Склону Вы И Сами Легко Можете Это Проверить На берегу Море Или Озеро Только Надо Чтобы Было Тихо И Не Было Больших Волн И Надо Смотреть На Корабль Опустившись Пониже К воде Уже На Расстоянии Пяти Километров Нижняя Часть Корабля Начнет Закрываться Водой А Совсем Он Скроется На Расстоянии Нескольких Десятков Километров Поэтому Лучше Смотреть В Бинокль Трудно Было Древним Людям Примириться С мыслью Что Моря Выпуклые Ведь Все Привыкли К тому Что Вода Разливается Ровно Плоско Но Пришлось Все же Поверить И люди Стали считать Землю Уже не Плоской Лепешкой А Полушаром С Намазанными На нем Неведомо Каким Способом Морями Однако И Полушар Должен Иметь Края А Сколько Люди Дни Ездили По Морям Сколько Не Ходили В Самые Дальние Страны Никому Никогда Не Удавалось Хотя Бы Издалека Увидеть Злополучный Край Земли И Еще Одно Заставляло Людей Ломать Голову Ведь Солнце Луна И Звезды Каждый День Куда-то Опускаются Ныряют За край Земли А Назавтра Вылезают С другой Стороны И При этом Не было Ни Одного Случая Чтобы Они Там Застряли Наткнувшись На подставки Которые Держат Землю И Звезды Всегда Все На своих Местах И Солнце С Луной Ни разу Не опоздали Взойти На востоке Похоже Что там Под землей Где проходят Небесные Светила Совсем Пусто И люди Подумали А что Если Никаких Подставок Вообще Нет И Земля Не Полушар А Шар И Этот Шар Волшебным Образом Висит Ни на Что Не Опираясь Ведь Если Так То Все Загадки Легко Объясняются И И Почему Нет Края У Земли И Почему Солнце Так Свободно Проходит Ночью Под Землей Непонятно Только Было Как Жи Держатся Люди На Той Стороне Земли Ведь Они Там Должны Висеть Вниз Головой Через Сотни Лет Люди Научились Строить Большие Корабли На Которых Не Страшно Было Плавать Через Океаны Совершили На Них Кругосветные Путешествия Окончательно Убедились Что Земля Шар И Поняли Что Никто На Земле Вниз Головой Не Висит Потому Что Низ Это И Есть Земля Теперь То Мы Все С Малых Лет Знаем Что Земля Шар Глобус Есть В каждом Доме В каждой Школе А Как Трудно Было Людям Догадаться Об этом Вначале Субтитры Субтитры